Привет, друзья! Ну что? Хочу все-таки я вам закончить свой рассказ про мою свадьбу, про то, как я вышла замуж с англичанина и про то, чем это закончилось. Я, видите, вам для того, чтобы это было уже все конкретно понятно, я вам открыла свой один скелет в шкафу. Это мне очень понравилось. Моя веселая подписчица Хелен. Хелен, привет! Это она мне посоветовала, говорит. А вы называйте как-то свои видео вот такими вот броскими названиями, вот типа того, что скелеты в шкафу. Я подумала, боже, а сколько их у меня, этих скелетов? Ну вот. Один из них вам рассказала вчера. А сегодня продолжу. После того, как рухнула у меня вся история с моим французским другом Джаном Франсуа, я вернулась назад. И, в общем, конечно, вот после этой страшной депрессии, как я рассказывала вам, после того, как я потеряла работу шикарную и наделала столько глупостей, я, конечно, в общем, решила, что в конце концов, после того, что я уже была и видела за границей, я хочу уехать. Я... Да и потом, понимаете, у меня просто выхода уже не было, потому что это как раз уже был 2010 год, вы не поверите, начался кризис. Вот в 2008 он начался, после всех этих золотых прекрасных лет, когда у нас там валилось просто с неба эти деньги нефтяные валились. Вот. А потом все стало рушиться. Если вы знаете, 2010 год был не очень-то и хорошим, и поэтому уже никакой работы я себе в 55 лет найти бы не смогла. А жить вот на эту мизерную пенсию, это, конечно, сами понимаете, тоже ерунда. Поэтому я решила, что иду я опять в Абанк, и что уж тут делать. Наверное, придется мне вот выходить замуж за моего англичанина. И да, вы знаете, мы снова встретились. Как я уже сказала вам тоже. Вот. Он был очень рад, он был очень счастлив, он все время мне говорил, что, ой, ой, ты знаешь, я вообще не ожидал, я уже был так расстроен, что ничего у нас не получается. Ну, когда вот я сказал, что я женюсь, что я нашел женщину прекрасную, я женюсь, мне все сказали, ой, лаки мэн, какой ты лаки мэн. Ну, и он говорит, что я подумал, действительно, я был такой счастливый, я был очень счастлив. вот, значит, ну, что я могу тут сказать? Я, конечно, как вы понимаете, когда за него замуж выходила, ни о какой любви с моей стороны, в общем-то, речь не шла. И не сказать, что я уж такая прям бессовестная, что я вманула, да, ничего подобного, друзья. Просто каждый из нас выбирал для себя вот такую удобную жизнь. То есть, ему нужно было, чтобы за ним кто-то досматривал на старости лет. Ну, а мне, как вы сами понимаете, уже было, как говорится, поздняк метаться. Вот. Ну, и я ему сказала, что ты знаешь, в общем, ты, наверное, понимаешь, должен понимать, что я тебя, конечно, не люблю. Возможно, в будущем. Вот. Но сейчас я тебе просто обещаю, что я буду с тобой очень честна, откровенна. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы сделать твою жизнь счастливой, чтобы украсить твою жизнь. И, в общем, никогда ничего, никаких плохих от меня сюрпризов или действий ты не увидишь. Я буду всегда относиться к тебе с огромным уважением, которого, в общем-то, ты заслуживаешь. Ну, и тут надо сказать, что действительно, друзья, что уж тут мне кривить душой, что он, в общем, помог мне перебраться в Англию. Он сделал для меня в этом плане очень много. Я считаю, что даже, несмотря на все остальное, что он не выполнил из своих обещаний, я ему благодарна. И я считаю, что я, как говорится, получила то, что я хотела. Ну, его обещания, что уж теперь о них говорить. Вот по поводу обещаний я вам сейчас расскажу. Значит, как раз перед уже нашим венчанием, перед свадьбой, он, опять же, как он любит, он меня посадил, усадил рядом с собой, взял, значит, вот распечатанные несколько листов бумаги и мне показал все, что у него имеется на сегодняшний день. он сказал, что вот это все, я, если что со мной случится, а скорее всего, что ты меня переживешь, потому что все-таки разница, я тебя старше, ну, всякое может быть, но тем не менее, вот он говорит, что я тебя обеспечу полностью, ты не волнуйся, значит, вот я продал свой, а, а я у него спрашиваю, я говорю, так у тебя же, в общем-то, дочка, у тебя там трое внуков, как же с ними, быть, он мне сказал, что не волнуйся о них, я их уже в свое время обеспечил, вот, и вот рассказал мне вот эту вот тоже историю, наверное, будет вам интересно ее послушать, как бывает в жизни, он сказал, что он был женат, я уже сказала, дважды до меня, я у него третья уже была жена, вот, и он сказал, что с первой женой у нас как-то сразу не заладилось, она захотела много детей, а я-то вообще не хотел детей, я хотел путешествовать, наслаждаться жизнью, но тем не менее, вот она не послушалась, она родила двух детей, она родила дочку и сына ему, и он сказал, что я, так как, в общем-то, я все-таки отец, я должен воспитать своих детей, и вот он своих детей с этой женой они воспитали, по-моему, до 18 лет, и потом он развелся, вот это первый раз с его первой женой, он развелся, и он сразу ушел к другой женщине, вот с которой он жил до бедя, это женщина Лу, она была его старше на 6 лет, она была старой девой, уже запутываюсь, говорила вам или нет, ну и в общем получилось так, что когда он к ней уходил, он знал, что он должен оставить какие-то все-таки средства, какие-то дикие, и наверное даже вот дом, в котором они жили, он оставил это все первой жене, а в этом плане он, конечно, был молодец, первой жене и детям, вот, и он мне сказал, что вот, понимаешь, я перед ними чист, можешь не волноваться, все, что я имею сейчас, это я имею вот от моей второй жены, у которой не было детей, которая была старой девой, которая жила со своей престарелой мамой, вот, и которая, как говорится, посвятила всю свою жизнь ему, они поженились, вот, как я сказала, уже поздно, и у него пенсия была маленькая, потому что его бизнес, он вел бизнес, вот, потом он этот бизнес отдал своему сыну полностью, а, значит, вот дом оставил дочке, и он сказал, что я их уже обеспечил, и вот все, что сейчас мое, это все будет твоим, потому что детям я уже ничего не должен, я оставил бизнес сыну, я оставил дом дочери, получилось так, что его первая жена, она в скорости умерла после их развода от рака груди, ну, и все оставила с дочери, вот этой вот дочери, Джудит ее зовут, которая моя ровесница, вот, ну, и я подумала, что, в принципе, да, получается, что, значит, на самом деле, наверное, он прав, никто тут из детей не будет ни на что претендовать, потому что, если это не их, и если он уже им оставил все, о чем тут речь, вот, по поводу сына, хочу сказать, что сын его странным образом погиб при невыясненных обстоятельствах в каком-то 88-м, по-моему, году, как-то так, вот, не поняли, что случилось, он был найден сброшенным с обрыва, и нашли его случайно через несколько дней, только потому, что нашли и машину припаркованную у паба, и почему-то, вот, обратили внимание, что несколько лет, несколько дней она стоит, никто не приходит за ней, и вот, стали искать, чья машина, что как, выяснилось, что вот, эта машина его сына, и стали его искать, и нашли, вот, на дне оврага высоченного, он разбился, ну, в общем, история тоже довольно такая, знаете, грустная, конечно, и когда я вот это узнала тоже, я была удивлена, потому, что он никогда мне не говорил, ни до этого, ни после, что вот у него такое огромное несчастье, а вы можете себе представить, что это на самом деле несчастье потерять сына, молодого, довольно-таки, вот, так вот, ужасно, ну, вот, короче, значит, когда он мне все это объяснил, рассказал, значит, он сказал, что значит, тогда я все, я пишу сейчас завещание, как только мы с тобой поженимся, значит, все, завещание сразу вступит в силу, и все, что у меня есть, перейдет тебе, ну, вы знаете, в общем-то, в этом плане, я скажу так, я не очень-то уж очень так наркантильный человек, и деньги для меня не главное, но, как вы понимаете, что это было очень приятно и очень хорошо, и я его прям еще больше зауважала, думаю, боже, этот человек стремится для меня все сделать, и я такой, знаете, тоже человек, что я на отношения такое хорошее открываюсь таким же хорошим отношением, и я просто его, знаете, он у меня в моих глазах так поднялся, возвысился, я его еще больше стала уважать, так скажем, да, вот, ну и потом оказалось, в общем, друзья, что тут говорить, после того, как мы поженились, несколько лет, мы путешествовали, тоже вам расскажу, так по ходу, как говорится, нашей пьесы в будущем, про все моих скелеты в шкафу, вот, а сейчас, значит, мы путешествовали, он очень много, как говорится, где, куда меня возил, вот мы были с ним в круизе, ну, в общем, практически каждый год мы куда-то ездили один, а то и дважды, один, а то и дважды в году, вот, ну, вот, вы знаете, что-то как-то вот, наверное, чем дальше, чем больше, чем дальше мы жили, тем больше он начинал как-то скупердяйничать, вы знаете, вот, наверное, может быть, я уже потом подумала, это, наверное, вы знаете, связано, наверное, с возрастом, что люди вот, уже, когда вот такой возраст, казалось бы, наоборот, как там говорят, у гроба нет карманчиков и ничего с собой не заберешь, и у него лежали на счету большие деньги, а он экономил просто невозможно, вы знаете, вот, до такой степени, что вот, пап, мы придем, он всегда любил в обед ко мне с неба в час дня, он шел в паб, пил пинту пива, ну, и мы ездили в паб, как бы вместе, и мне было тоже интересно, понимаете, я узнавала Англию, эти пабы все такие шикарные, красивые, и я тоже с ним ездила, и вот потом ему начало это не нравиться, вот такой вот ерунду, друзья, вы не поверите, что он покупал пиво, там, мне и себе, да, а когда я говорила, что, ой, вот у нас не пьют пиво просто так, я как-то хочу вот какими-то солеными орешками, эти орешки несчастные, там, ну, максимум фунт, фунт пятьдесят, и он начинал кривиться, он начинал морщиться, он начинал доставать эти какие-то копейки со своего кармана, что-то тут полчаса считал, ой, мне это было ужасно, я себя чувствовала, просто униженной, вы не представляете, ну, вот такие вот моменты, я сейчас что-то вот так вот думаю, думаю, а чего я была такая глупая, почему я сразу не подняла вопрос, вот хочу вам сказать, те, кто, те, кто друзья собирается выходить замуж за иностранцев, я к женщинам сейчас обращаюсь, вы же понимаете, знаете, ну, и вообще моя история, она больше все-таки для женщин, конечно, вот, на моих ошибках, друзья, я хочу сразу предупредить, все вот эти моменты не стесняйтесь обсуждать, я имею ввиду денежные моменты, потому что у них это не считается зазорным, и все это должно быть, все это должно обсуждаться, а я как-то вот, что-то, наверное, другое поколение, вот нас как-то ужасно плохо воспитали, я имею ввиду, не то, что плохо воспитали, но вот опять менталитет абсолютно другой, то есть вот вопросы денежные, я, например, всегда стеснялась обсуждать, вот даже помню зарплата после института, когда я приехала, и мне назначили зарплату, обещали 120 несчастных рублей, представляете, а дали 110, а 10 рублей, это было огромное деньги, и, в общем, я была настолько ошарашена, но я не смогла пойти к директору и спросить, а почему мне дали 110, а не 120, как положено, стеснялась, как-то у нас это было не принято, и вот этот идиотизм, он остался во мне, и я что-то как-то и не спрашивала, вы знаете, деньги все были у него, никаких совместных счетов у нас не было, он даже, я говорю, он был моим кошелечком, скажем так, но таким потом уже кошелечком, что, говорится, хер, что допросяшься, извините, так вот грубо, вот, потом он начал, а, я, когда я спросила, что, слушай, Рента, мне в конце концов какие-то карманные деньги нужны, ну ладно, я там получаю свою пенсию, эту российскую, но она такая мизерная, мне какие-то деньги нужны, да и потом я думала, все-таки эту пенсию я там мало ли буду все-таки откладывать, как чувствовала, на черный день, вот, как говорится, ну и он сказал, что хорошо, я тебе буду давать 100 фунтов в месяц, да твои вот там иголки, булавки, я говорю, боже, 100 фунтов в месяц, что ж так мало, он говорит, ну остальное все, я покупаю на свои деньги, в общем, ну думаю, ладно, бог с ним, пусть он, пусть так, хотя бы так, вот, и потом как-то тут мне не хватило этих 100 фунтов несчастных, потому что я же себе одежду покупала и косметику какую-то, понимаете, сама, и я ему тут сказала, говорю, ты знаешь, я сегодня себе купила вот тут вот джинсы, и у меня не хватило денег, он мне говорит, неси все свои чеки, я хочу тебя контролировать, все, что ты покупаешь, в общем, это было, друзья, начался какой-то кромешный ад, то есть я должна была ему все сохранять чеки, показывать, отчитываться даже за эти 100 фунтов, которые он мне давал, ну вот так вот, так вот мы и жили, так называется, да, потом оказалось, он, как сказать, его неожиданно, у него случился инсульт, неожиданно, вот, в 2015 году, да, случился инсульт, при том очень сильный, я сразу, конечно, вызвала скорую помощь, его забрали в больницу, я сразу позвонила дочери его, вот, она тут же, конечно, приехала, мне потом мои знакомые говорили, зачем ты сделала это, зачем ты сразу позвонила, тебе надо было сначала решить все самой, с ним договориться, пока он еще жив, чтобы он тебе отдал, там, как-то что-то записал, какие-то счета, ну, знаете, это было уже, как говорится, поздняк метаться, вот, и на следующий же день приехала его дочка, и вот, вы знаете, тоже, когда она приехала, она меня просто поразила, потому что она не стала говорить, как он, что, боже, как самочувствие, как это все случилось, что с ее отцом, она сразу стала говорить, что, вот, ты знаешь, что он переписал завещание, оказывается, друзья, это было для меня еще один сюрприз, оказалось, что через три года, в общем, он переписал завещание, он мне даже об этом не сказал, и он там поставил исполнителем своего завещания свою дочку, самое интересное, что он там даже не озвучил сумму, которая должна мне причитаться, или там как-то вот это, он просто написал, что вот, я все отдаю своей дочери, она будет исполнителем моей воли, и она, я полагаю, что не обидит Галину, и, в общем, она сделает так, как она считает нужным, для нее это более, как говорится, все это понятно, что она должна, в общем-то, все-таки обеспечить Галине достойное существование, вот так было написано в новом завещании, больше ничего. То есть, понимаете, что такое достойное существование, вот это вот вопрос был такой, довольно интересный, и трактовался по-разному, поэтому, когда вот муж умер, и когда я, да, и дочка мне сказала, что она все заберет, она даже предложила мне выехать вот из того дома, в котором мы жили, и я, конечно, тут сразу же побежала к адвокатам, поняла тогда сразу, какая я была наивная, в общем-то, и глупая, что я абсолютно не проверила ничего, и не ожидала я такого от него, вот, а деньги, как вы понимаете, все хотят, и то, что он сказал, что уже его дочка имела, огромный дом, пятикомнатный, пятиспаленный, не пятикомнатный, а пятьспален, вот, и все равно мало, вот, и она, конечно, тут полностью рот открыла на все, на все его имущество и на дом, посмотрите, какая прелесть, друзья, ну, и вот, друзья, что тут уже, как говорится, думать о том, я, например, знаю, что, вот эти все денежные вопросы, денежные дела, да, и вы знаете прекрасно, что, даже родные и близкие так ссорятся навеки, и такие бывают распризы, по поводу дележки этого наследства, что, не дай бог, просто, вот, что хочу сказать, что, во-первых, конечно, меня потрясло, то, что вот так вот он мне, не сказав, поменял завещание, во-вторых, вот то, что дочь его, у меня спрашивали тут, как у вас отношения с дочкой, были нормальные или нет, да, вы знаете, были отношения, они плохие, я не могу сказать, что прям, они меня там сильно любили, потому что они были немного шокированы, когда он им сказал, что он женится, они-то, я так понимаю, все-таки ожидали, что папенька уже третий раз не соизволит в таком возрасте жениться, что все-таки им все достанется, деньги никогда не лишние, оказалось, что папенька, вот возьми, да и женись, да еще и на молодой, и они, конечно, так скажем, были не очень этим счастливы, но они особо вида никогда не показывали, я имею в виду, вот Джудит, и ее муж, и вот их семья, трое детей, вот, ну и еще, вы знаете, вот такая интересная история, что они ведь никогда не приезжали к нему, когда он жил один, и когда вот у него случилась беда с женой, со второй, они не очень, так скажем, общались, ну, общались, поддерживали какие-то отношения, но не очень, и вот, когда у нее тоже случился инсульт, он за ней ухаживал там какое-то время, то потом он остался один, и вот, никто никогда не приехал, не помог ему, одному все-таки мужчине, вы знаете, надо как-то вот все-таки готовить, или что-то такое, ну, вот я хочу сказать, что не его взрослые внуки, которым на тот момент было уже за 20, 25, а то и под 30 лет, никто не соизволил к дедушке приехать, как-то помочь, а когда вот случилась с ним беда, он еще даже не умер, а приехала его дочка сразу рассказывать, и у меня узнавать, что я буду делать, что я буду думать, по поводу завещания, буду ли я его оспаривать, она сказала, что я тебя прошу отсюда выехать сразу, ну, в общем, вот такая вот была, друзья, история, и целый год потом, вот эта вот история с завещанием, когда я уже, получается, только через адвокатов, там я не хотела в суд, мне все адвокаты предлагали в суд подавать, сказали, что я имею право, вы, вот эту вот странную фразу, что я должна быть обеспечена, достойно, как они сказали, достойно, а здесь по законам получается, что 50% жене достается от всего, ну, и вот, вот так, муж через полгода умер, он так и не пришел, не оправился, он уже, вы знаете, как бы это повлияло, вот этот инсульт, он повлиял на его, как сказать, память, да, мало того, что он лежал, он уже не мог двигаться, его там, они, конечно, здесь ухаживают очень хорошо, он лежал в больнице сначала, потом вот этот Норсенком, вот, и тут мне дочка тоже его постоянно звонила и говорила, что ты представляешь, сколько он еще неизвестно пролежит, а я же за него должна платить, вот, поэтому я должна знать, что ты будешь или не будешь претендовать, я говорю, я говорю, я конечно буду, а как я не буду претендовать, Джудит, мне, в общем-то, и жить не, где, если ты меня выгоняешь, куда я на улицу пойду, она мне сказала, ну, какие-то деньги я тебе оставлю, снимай жилье, а потом, в общем-то, социальное жилье тебе дадут, через несколько лет, а я тебе оставлю деньги, как она мне сказала, я тебе оставлю машину, его, автомобиль, потому что ты уже вроде на нем ездила, вот, значит, оставлю автомобиль, и его пенсия тебе будет, то есть, как бы, прекрасно, все у тебя, прекрасно, вот, и, значит, я тебе оставлю 20 тысяч фунтов, которые, вот, ты можешь истратить, купить на них, конечно, никакую недвижимость, ничего я не смогу, это однозначно, тут такие новые, видели, какие тут цены, вот, но она сказала, что я оставляю тебе достойно, как бы, получится так, что ты можешь за эти 20 тысяч снять любое жилье, арендовать, я имею ввиду, любое жилье, тут вот 500 фунтов в месяц, примерно, стоит на одного человека жилье, да, и, значит, вот тебе хватит достаточно долгое время, этих денег, чтобы тебе подать куда-то, или даже я бы тебе посоветовала уезжать в Россию, то есть, она мне, как сказать, она еще за меня начала решать, что вот, что это она говорит, я вообще удивилась, что ты тут, что-то думаешь оставаться, что у тебя тут делать, муж умер тут, то и мотай в Россию, то есть, она за меня тут это все стала решать, ну, в общем, короче, ребята, история такая, никому не пожелаю, скажем так, вот, ну, вот, как я говорю, что она сказала, если ты хочешь остаться, то вот 20 тысяч тебе, на все про все, вот такое прекрасное обеспечение, значит, и когда я пошла к адвокату, адвокаты тут, конечно, сразу набросились, они это любят, денежками пахнет хорошими, они сказали, что они, да, все это, в общем, выигрышно для меня, один сказал, потом, я, знаете, стала у другого, у третьего адвоката узнавать, мне сказали, что, ой, ой, нет, вы можете проиграть, если вы в суд подойдите, во-первых, это будут огромные судебные сдержки, не дай бог, вы проиграете, они все на вас будут, эти судебные сдержки, во-вторых, это будет длиться годами, а где вы за это время будете жить, и, кстати, никто мне не сказал, что, если бы я не выехала из этого дома, вот, из Буангала нашего, то никто бы меня не мог оттуда выселить, а я, вот, меня стали запугивать, я, не зная законов, была готова, в общем-то, уже и уйти на улицу, так скажем, оказалось, ничего подобного, они меня не могли оттуда выселить, никак по закону не имели права, потому что мне было некуда уходить, и я была все-таки жена, ну, оказалось, что здесь у нас на острове мафия, адвокатская, скажем так, что они друг друга все знали, дочка, как только приехала, она сразу побежала, вот, к этому семейному адвокату, который был у нас, у мужа моего, и, так как она англичанка, а я никто и звать меня никак, она перестроила всех против меня, и сказала, что я такая алчная, представляете, что вот хочу все забрать, и, в общем, они набросились на меня все вместе, дружно, и стали меня запугивать, я говорю, а у меня не было денег заплатить хорошему адвокату, я ходила в эти Ситизы на 2С бюро, бесплатные какие-то, ничего там толком мне объяснить не могли, все сочувствовали мне, в общем, была история, ребята, ужасная, так что вот так вот поступил со мной мой муж, вот, не знаю, может быть, опять сумбурно получилось, но, думаю, что в конце концов я вам рассказала, что в суд я не подала, потому что побоялась, что вдруг я проиграю, останусь вообще, как тот Березовский, знаете, все деньги из меня вытащат, а мне сказали, что может сыграть роль, что я вот все-таки русская, отношение не очень ко мне хорошее, хоть они это и скрывают, во-вторых, то, что мы жили не очень долго, всего 5 лет, и не суть, что я могу выиграть с этот суд, если я, значит, вот подам в суд на спаривание, завещание, ну, вот, не знаю, не знаю, я, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского, я уже один раз рискнула, знаете, что из этого получилось, поэтому я решила не рисковать, единственное, что я, я тоже пошла в банк, решила, что, знаете, лучшая защита это нападение, и когда муж умер, вот, и примчалась Джуди тут же опять, она уезжала, она приезжала, уезжала, она ни минуты с ним не была, вообще не сидела, она только все меня тут обхаживала, а была все время там на материке, а я каждый день ходила, там мужа с ложечки кормила, досмотрела до конца уж, так скажем, вот, и что уж ему было тут, хотела я ему сказать, мне было обидно, когда про это завещание, а что человеку говорить, когда он уже, как говорится, не в себе, одной ногой в могиле, что уж тут с ним было выяснять, ну, вот так, короче, получилось, я на него зла не держу, как вы знаете, вот, но, я когда говорю, когда муж умер, и она примчалась, его дочь, я стала ее запугивать, лучшая защита нападения, я сказала, что я подам в суд, я это так не оставлю, у меня есть первое его завещание, я его покажу, а потом я скажу, что может быть у него даже деменция началась, это вы знаете, слабоумие старческое, что может быть он в связи с этим переписал завещание, под твоим давлением, короче, я начала на нее, очень сильно напрягать ее, насаждать, и она посоветовалась со своими там детьми и мужем, и решила малой кровью все-таки обойтись, и сказала, что хорошо, хорошо, тогда, значит, вот срочно ищи жилье себе, я оплачу минимальное, которое здесь есть, вот я тебе оплачу, ну и вот так вот я купила эту квартиру, за минимальную цену, почему она у меня такая вот и убогенькая, и почему там ни отопления, ничего нет, потому что это, вот были такие, я была в средствах очень ограниченная, сама ими не распоряжалась, поэтому купила то, что дали, как говорится, ну вот так, друзья, вот такая моя история, не знаю, понравилась, нет, плохие комментарии не пишите, не надо мне, еще расстраиваться тут, вот, ну, я думаю, что, все-таки я вам рассказала, чтобы вы поняли, как все это у нас закончилось, может опять каламбур, получилось все смято, но, знаете, очень трудно это все рассказывать, многие меня поймут, а на этом все, друзья, я думаю, что скелеты в шкафу свои, я вам еще не одни расскажу, а на этом пока.